Здравствуйте! Это новости Дагестана. С вами я, Фатима Буталибова. И сейчас коротко о главных событиях выпуска. Очередное ДТП умершей жизни людей. Трое дагестанцев погибли в аварии на федеральной трассе в Калмыкии. Европейские ученые обнаружили признаки хронического заболевания у вируса COVID-19. Дагестанские фермеры займутся разведением уникальных пород домашнего скота. Очередное ДТП унесшее жизни людей. Трое дагестанцев погибли в аварии на федеральной трассе в Калмыкии. По данным правоохранителей, 27-летний уроженец нашей республики не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. От сильного удара с грузовиком водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте. За минувшие сутки в России выявлен коронавирус у 23 652 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Причем уточняется, что в 11% случаев клинических проявлений не наблюдается. За все время пандемии в стране зарегистрировано 3 355 794 случаев заболевания. Темп прироста на сегодняшний день составляет 0,7%. Ученые из Бельгии и Нидерландов обнаружили у коронавируса признаки хронического заболевания. Это выявилось в ходе исследования на предмет восстановления пациентов после COVID-19. В исследовании отмечается, что у переболевших в легкой форме даже после лечения на протяжении как минимум 3 месяцев сохранялись те или иные симптомы болезни. Так, 98% пациентов чувствовали постоянную усталость, 90% жаловались на мышечную слабость, также наблюдались проблемы со сном и различные боли. При этом у 86% больных ранее не было подобных проблем. Ученые отметили, что влияние COVID-19 на повседневную жизнь пациентов огромно и необходимо уделять больше внимания подбору вариантов лечения этих пациентов. Половина россиян не верит в улучшение жизни в 2021 году. Об этом сообщает аналитика компании Gallup International. Тем самым, так называемый индекс экономической надежды у жителей страны стал одним из самых низких за последние десятилетия. Лишь 6% жителей страны уверены в том, что Новый год принесет экономические перемены и рост качества жизни. 40% же опрошенных считают, что 2021 год по индексу состояния и достатка окажется таким же, как и прежний. В Дагестане начнется ускоренное развитие животноводства, сообщает Минсельхоза Республики. В частности, фермеры займутся разведением двух уникальных пород домашнего скота – казахской белоголовой и абердин-ангузской. Стоит отметить, что за прошлый год поголовье крупного рогатого скота в Дагестане выросло на 3,4% и достигло почти миллиона голов. Что касается новых пород, то их отличают высокие показатели плодовитости и качества мяса, которое признано на рынке многих иностранных государств. Продолжение следует...